я понял почему засоряются бляшки набираем жир бакам при нынешнем питании жир плюс углеводы когда мы едим равноценную жир и углеводы организм пользуется углеводами как основной энергия жир уходит запас если это будет продолжаться долго то жир будет скапливаться по всему организму то есть будет происходить засорение так как жир мы никак не используем а при переходе на кето организм питается жиром так как углеводов мало и жир уходит на питание а так как в жире калорий больше чем углеводах видимо то есть надо поменьше подскажите это так в этой гипотезе есть доля смысла вот потому что действительно организм так работает что когда есть 1 одновременно одинаковое количество у него в доступе жиров и углеводов он сначала ест углеводы углеводы идут дело жиры которые в это время в дело не идут откладываются бака про запас если так где практиковать постоянно то конечно же запасы жировые растут а углеводы используются постоянно организм жжет углеводы вперед жиров вот что еще бляшки тоже к этому могут иметь отношение есть у вас крови больше норм плавает триглицеридов и жиров то на фоне высокого сахара высокого инсулина бляшки тоже могут создаваться и да действительно когда вы сокращаете углеводы в рационе тело больше используют жиров вот ну и хорошая тоже мысль что если жира перебирать то тоже может толстеть правильно поэтому ну трудно на на вот этом кетогенном питании или на любом низкоуглеводном другом питании трудно переесть потому что углеводы и жиры хорошо насыщают поэтому большинству это удается не перебирать по калориям вот но если не счастливчики кто не может остановиться даже употребляя мясо там или что там еще какие-то продукты вот так вот цикл крепца нарушается смешанным и отдельным питанием потом беда да недавно же выходило видео на канале в одном из предыдущих стримах я рассказывал что смешано вот это питание когда углеводы и жиры вместе это метаболическое болото вот организму это не на пользу